Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Валерия Гавриленко, сурдоперевод Виктория Антонишна. О развитии отечественной науки сегодня говорили в Аккорде. Нурсул Тамзарбаев встретился с академиком Кенджигали Сагадиевым. Кроме того, в ходе беседы спикеры затронули основные направления экономической политики Казахстана. Глава государства подчеркнул, что научная общественность нашей страны должна давать свою оценку и предлагать варианты решения в контексте текущей ситуации в мировой экономике и геополитике. Сегодня ни один эксперт не может спрогнозировать дальнейшее развитие и пути выхода из сложившейся ситуации. Имеются отдельные мнения о положении дел в Европе, США, Китае, но при этом целостного видения никто представить не может. Более того, возникшее санкционное противостояние между рядом стран не оказывает положительного влияния на мировую торговую систему. Отдельного внимания требует угроза терроризма, против которого возможно бороться только посредством совместных действий. По поводу всех этих вызовов у наших научно-экспертных кругов должно быть обоснованное мнение. Я полностью с вами согласен. Ученые осознают возложенную на них ответственность и считаю, что служение обществу в нынешний непростой период является для нас профессиональным долгом. Особое внимание собеседники уделили и тем шагам, которые сегодня уже предпринимаются для противостояния мировому кризису. Реализуемый сегодня в Казахстане план нации является большой исторической возможностью, потенциал которой должен быть максимально использован. В данном процессе активное участие следует принять как представителям науки, так и всей общественности нашей республики. Предстоящие выборы в Мажелис консолидируют общество, а также позволят парламенту заручиться общенациональным доверием казахстанцев. Такое мнение выразил глава Союза машиностроителей Казахстана Мейрам Пшимбаев. По его мнению, в мировой практике досрочные выборы обычно проводятся в непростой период и, как правило, всегда доказывают свою эффективность. Наступает новая реальность мира. Необходимо научиться жить в новых реалиях, в новых условиях, в условиях низких цен на сырье, активно продолжая развивая индустриализацию и развитие малого и среднего бизнеса. Досрочный выбор – это возможность для политических партий заручиться доверием на самом старте реализации реформ и продемонстрировать эффективность своих действий по внедрению антикризисных мер. Отечественные социологи провели исследование и узнали мнение казахстанцев о предстоящих парламентских выборах. В телефонном опросе приняли участие 1200 человек со всех регионов страны, как жители городов, так и представители сельской местности. По результатам исследования, 96% опрошенных считают, что проведение внеочередных выборов будет способствовать решению экономических проблем. Кроме того, большинство респондентов полагает, что эта инициатива поможет сплотить народ в непростой период глобального экономического кризиса. 95,4% опрошенных респондентов считают, что партиям необходимо получить новый мандат доверия избирателей для практической реализации плана нации. И практически столько же, 97,2% респондентов поддерживают мнение главы государства о том, что выборы продиктованы необходимостью выдвижения грамотных, деловых и преданных интересам страны кандидатов, которые способны понять насущные задачи и повестки сегодняшнего дня. Впервые вступить в политическую гонку намерена партия Берлэк. Ее представители рассматривают предстоящие выборы как важный инструмент гражданского единения. По мнению председателя партии Серика Султангалиева, грядущие выборы – это ответ Казахстана мировому экономическому кризису. Политическая партия Берлэк полностью поддерживает. Поддерживаем по тем причинам, которые существуют сегодня в мире. Это глобальный мировой кризис. Поддерживаю в том плане, что депутаты за короткое время прежнего созыва, они приняли очень много законов после послания президента по тем программам, которые озвучил президент, по движению нашей страны. И этот шаг дает вливание свежих сил в парламент Республики Казахстан. Коммунистическая народная партия Казахстана также намерена участвовать в грядущих парламентских выборах. Как заявили представители КНПК, официальное выдвижение состоится после предвыборного съезда, который запланирован уже на конец января. В целом решение о досрочном голосовании за места в Можилисе член Политбюро Айкен Конуров полностью поддерживает. Мобилизация общественных масс позволит сформировать парламент народного доверия, отстаивающий интересы всех социальных групп. Этот позволит создать новый импульс, проводимый реформом, в рамках плана нации «100 конкретных шагов» и приступить к усиленной работе в обновленном парламенте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В следующем году в Астане начнут строительство нового индустриального парка. Подробнее об этом проекте сегодня доложили министру по инвестициям и развитию Ассетуиси Кешево и Акиму столицы Адзельбеку Джаксабекову. Известно, что на территории новой зоны расположится около сотни предприятий. Это проекты стройиндустрии, фармацевтики, машиностроения, пищевой промышленности и другие. Заводы смогут производить продукцию на сумму более 150 миллиардов тенге в год. Работу во втором индустриальном парке получат около 18 тысяч человек. В этом году мы с учетом рекомендаций мастер-плана начнем делать технико-экономическое обоснование. И уже летом планируем внести его на государственную экспертизу. После того, как ТЭО пройдет госэкспертизу, мы начнем разработку проектно-смертной документации этого проекта. И надеюсь, что во второй половине следующего года она у нас тоже будет готова и пройдет государственную экспертизу. И можно будет приступать к реализации строительства инфраструктуры второго парка. Инвестиционные споры в Казахстане теперь будут рассматривать новые судебные коллегии. Об этом сообщили сегодня на расширенном совещании судей высшего судебного органа. Нарешать споры иностранных бизнесменов будут специалисты с большим стажем работы. В коллегию вошли семь человек. Кроме этого, на совещании рассказали об итогах работы за прошлый год. По сравнению с 2014 в суды страны поступило на 5000 больше уголовных дел. Но при этом число осужденных снизилось на 13%. Также было отмечено, что казахстанцы начали активнее подавать заявления в суд в электронном формате. Информационная технология развивается во всех отраслях жизни у нас. И судебная система не исключение. Человек, не приходя в суд, может подавать документы, следить и, соответственно, получать судебные документы в электронном формате. Всего 425 тысячи документов были приняты через судебный кабинет. Это почти половина всех подаваемых документов, поданных документов в 2015 году. По результатам дневной сессии на казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс составил 382 тенге 87 тенов за доллар. В сравнении с утренними торгами казахстанская валюта подешевела на 3 тенге 1 тен. 23 трейдера участвовали в работе рынка. Общий объем торгов приблизился к 64,5 миллионам долларов. Индекс Dow Jones на Нью-Йоркской фондовой бирже с начала года в постоянном падении. Неопределенность на финансовых рынках дает повод для мрачных прогнозов. О последних финансовых тенденциях с международными аналитиками Уолл-Стрит поговорила наш корреспондент в США Майра Абдрахманова. Мировая экономика похожа на океанский лайнер без спасательных лодок. Так оценивают ее нынешние состояния международные аналитики. И хотя Уолл-Стрит внешне выглядит спокойно, привлекая респектабельным фоном фотокамеры многочисленных туристов, атмосфера здесь достаточно тяжелая. Обвал фондовых индексов, падение стоимости сырьевых товаров напоминают американцам времена Великой депрессии 1929 года, когда произошел крах всей экономики США. Беспроцедентный рост государственного долга Америки от 10 триллионов в 2008 году приближается к отметке 19 триллионов. Тем временем и безработица в этой стране достигла 6-месячного максимума и увеличивается с каждым днем. Падает промышленное производство, другие базовые экономические показатели и индикаторы. Международный аналитик Суолл-Стрит Марлен Кружков предсказывает дальнейшее падение стоимости нефти до 17 долларов за баррель. Дау-Джонс, это он идет вверх-вниз, вверх-вниз. Те штаты тоже зависят от нефти. Северная Дакота, Тахас. Эти штаты, конечно, для них это большой минус. Они сейчас имеют большие проблемы. У них много бизнесов закрывается. Государство получает меньше налоги. И это влияет на всех. Целый рынок распался. Еще в Америке тем более. Много людей думают, что ОПЕК специально держит цены низкие, чтобы разрушить американский рынок на нефть. По словам нашего эксперта, непростые времена наступили и для малого бизнеса в США. И это тревожный звонок, так как на свободном предпринимательстве традиционно основывается стабильность американской модели рыночных отношений. В Америке есть где-то 40 или 60 миллион маленьких бизнесов. И сейчас для них это тяжело, потому что много этих бизнесов зависит от иностранских покупателей. И дор растет. Банки не раздают деньги маленьким бизнесам. Если ты имеешь ресторан, и ты хочешь развиваться, и хочешь отложить деньги, сегодня очень тяжело получить, почти что невозможно получить деньги от банка. И люди много говорят, что в Америке, с одной стороны, есть много очень богатых людей, но в то же самое время очень много бедных людей. И сейчас люди говорят, что в Америке проблема не те, что не имеют работу, а те, что имеют работу, им все равно не хватает. Я думаю, что это большая проблема для Америки. Неопределенность путей дальнейшего экономического развития привела к замедлению биржевой торговли. Никто не знает, где существуют риски, считает управляющий директор финансовой компании Нью-Йорка Сьюзан Кемплер. Не думаю, что рынки очень зависят от цены на нефть. Поэтому при формировании своего портфеля инвестиций мы ориентируемся на котировки самых крупных американских корпораций и вкладываем в акции как нефтяных, так и высокотехнологичных компаний. Паника и хаос на финансовых рынках – не лучший способ его преодоления. Считают на Уолл-стрит. Местные аналитики изучают и опыт Казахстана, который подпринимает шаги по переходу от сырьевой зависимости к индустриально-инновационной экономике. Я слышал, что сказали 6 января, что будет делать много реформов, чтобы сделать саму страну интересной для иностранных бизнесменов. Я думаю, что это шаги в правильную сторону. Я думаю, что Казахстан, как и все страны, зависит от глобальной экономики. Когда страна стремится сделать законы легче для бизнеса, это все хорошо. Иностранские клиенты делают инвестиции с одной стороны в другую страну. И все ищут что. Люди хотят стабильную страну. Казахстан, я думаю, это очень стабильная страна. Уже много лет стабильная и будет стабильная на будущее. Никто не волнуется про этот вопрос. Совсем скоро в Китае будут отмечать Новый год. Ожидается, что фондовый рынок Поднебесной будет закрыт в течение недели. Американские финансисты задумались, как этот важный праздник в китайской культуре отразится и в других частях мира. Осталось ждать недолго. Майра Абдрахманова, Майк Джоэл, Нью-Йорк, США, 24КЗ. Сразу два кораблекрушения произошли в Эгейском море. Одна лодка затонула возле греческого острова Фармакониси. Жертвами трагедии стали шесть детей и одна женщина. Спасены 42 человека. Другой суден затонуло у острова Калимнос. Погибли пять человек. Около 30 удалось спасти. Поисковая операция продолжается. По словам выживших, в лодке было до 100 мигрантов. Все они пытались добраться до Греции. Анкару завалило снегом. Из-за обильных осадков перекрыты многие трассы, закрыты школы, а в аэропорту отменены десятки авиарейсов. Вместо традиционных для января температур около нуля по Цельсию. Столбики термометров опускаются ночью до минус 13 градусов. По словам синоптиков, снегопад в турецкой столице будет продолжаться еще несколько дней. Местные власти призвали горожан оставаться дома и не садиться за руль без крайней необходимости. В Казахстане на выходные ожидается не сильный мороз. Погода будет преимущественно без осадков. По информации Казгидромета, на севере и востоке страны температура воздуха ночью составит 10-15 градусов ниже нуля. Местами столбик термометра опустится до 28 градусов мороза. На западе синоптики обещают, что будет чуть теплее ночью до минус 15, днем 10 градусов мороза. Жители южных регионов ожидают теплая погода ночью до минус 8, днем до плюс 10. В столице, по прогнозам метеорологов, отцепление придется понедельник. На этом пока все. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»